19 января весь православный мир отмечает праздник Крещения Господня или Богоявления. Крещение, как и Пасха, считается самым древним праздником в христианской культуре. Этот день связан с евангельским событием – крещением Иоанна Предтечи Иисуса Христа в реке Иордан. В первые крещения или по-другому Богоявления верующие начали отмечать еще в III веке в память о том, как Иисус крестился в водах Иордана и явлению миру при Святой Троице. Для верующих христиан крещение – один из 12 великих религиозных праздников, поэтому в храмах в этот день всегда многолюдно. Каждый верующий считает своим долгом приобщиться к великому таинству крещения. Преображение Господня гору Фавор покрывает облаком. Именно в этот день, в ясную чистую погоду, на крещение Иордана разворачивался в пять. Господь нам явным образом показывает – я здесь, я с вами, благодать моя с вами, иди ко мне, и я вас всех приму. Поэтому молимся Господь, дабы не спасла нам мир, дабы он нас немножко презрел на своих рабов, немножко попустил нам грехи наши, где-то обелил нас, где-то очистил нас, и дал нам свои благодати, чтобы мы стали чище, добрее, любви, чтобы нас было побольше к ближнему. Поэтому с праздником всех, с крещением, с богоявлением я вас поздравляю, и всех славянцев, всех земляков, и не только славянцев, весь православный люд. Праздник крещения – это очищение души, мне кажется, всей. И в этот праздник я всем хуторянам, всей России желаю тоже, чтобы у них было очищение, всех, чтобы было здоровье, благополучие, счастье всеми во всем, чтобы эта святая вода смыла все плохое, все грехи наши убрала, а осталось только хорошее у нас у всех. На территории православного прихода храма святителя Николая Чудотворца в хуторе Прикубанском была оборудована крещенская купель. После проведения торжественной литургии и чина освящения воды каждый желающий мог совершить омовение. Каждый раз хожу, каждый раз, да, очень приятно, полезно, и желаю, чтобы все приходили, и окунались, как-никак бодрит, здоровье повышает. Всех поздравляю с праздником крещения, всем главное – здоровье, здоровье, и чтобы мир был побыстрее на земле. Поздравляю с крещением, ощущение отличное, здоровье прибавилось. Считается, что крещенская вода имеет особую структуру и обладает целебной силой. Она очищает от грехов и дарует здоровье. Воду, которую освящают 18 января, называют Бога Евленской. Вода, освященная 19 января, получила название крещенская. Набранную освященную воду хранят весь год. Ею можно освящать жилище. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».